Нет цифровому сговору. Еврокомиссия выставила компании Google рекордный штраф 5 миллиардов долларов. За что поплатился технологический гигант? Узнаем от Ирины Ивановой. Она в Брюсселе. Таких огромных штрафов европейский антимонопольный регулятор еще никогда не выписывал. Это примерно как бюджет ООН на следующие два года. Компания Google должна выплатить эту сумму за злоупотребление доминирующим положением смартфонов на операционной системе Android. Операционная платформа с логотипом зеленого человечка одна из самых популярных в мире. Она установлена примерно на 80% смартфонов. Система принадлежит компании Google, которая разрешает производителям бесплатно ее использовать, но с небольшим условием. На все устройства по умолчанию должны быть установлены поискови Google Chrome и еще десяток приложений компании. Более того, Google финансово поощряет производителей устройств и мобильных операторов за предустановку своего поискового сервиса, как единственно доступного. И всячески препятствует выпуску гаджетов с альтернативными версиями андроида. В этом-то Еврокомиссия и увидела нечестную конкуренцию. Еврокомиссия решила оштрафовать Google на 4 миллиарда 340 миллионов евро за нарушение антимонопольных правил ЕС. Google прибегала к незаконным мерам, чтобы укрепить свое господствующее положение на рынке поисковых систем. Она должна прекратить эту практику в течение 90 дней или ее ожидают дальнейшие штрафные санкции. Несмотря на внушительную сумму для холдинга Alphabet, который принадлежит Google, штраф не такой и большой. Активы компаний составляют 177 миллиардов долларов. Но там легко сдаваться не намерены и обжалуют решение регулятора. В прошлом году Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 2,5 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. Обжалование штрафа продолжается до сих пор. Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Дональд Трамп уже отреагировал на этот рекордный штраф Еврокомиссии. Американский президент на своей странице в Твиттере сообщил, Европейский Союз использует США для своих целей и добавил, что такие действия ЕС долго продолжаться не будут. Субтитры создавал DimaTorzok